Ну и очередной крепкий Немухин. Очередной крепкий Немухин. Да, да, да. Вот ровно это слово и ровно это композиция. Ровно это композиция. Итак, называется композиция с черными картами. 2011 год. 60 на 60. Холст, графитный карандаш, акрил, ну и так далее. Все, что нам нужно от Немухина, имеем прямо в виду. Это вот карты, 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 карты. Причем, повторим эту историю. Сам Немухин игру в карты не любил. А многие думают, что наоборот. Вот эта тема его с картами связана как раз с тем, что он был заядлый картежник. Как раз нет, вовсе нет. Вовсе нет. Эта история, ну, относительно уже, наверное, известна, в том числе и потому, что мы ее вам рассказали. Он был творческий такой замысел, да, и вот вся творческая линия его, она относительно случайно появилась, когда ветер сдул колоду карт в речку, и вот он в этой спокойной воде увидел вот эту композицию намокших карт, да, сквозь толщу воды. И вот она произвела на него впечатление, запомнилась, и вот эта разная комбинаторная там история и так далее стала у него заглавной темой так или иначе. Здесь что сказать? Очень хорошая цена. Да, да, очень хорошая цена. Красивый классический. Про классику мы сегодня с вами уже говорили. Вот он прям вариант классический. Ну что, все. У кого еще нет, кто себе присматривал вот такого стопроцентно правильного классического Невухина, ну, деваться некуда. Надо приобрести, а дальше уж там будь что будет. Уже не убавить, не прибавить. Что сказать про художника? Ну, это один из главных. Один из главных шестидесятников, которого мы любим и ценим. Один из главных представителей Леонозовской школы. Здесь вот такие тома книжек, которые у нас есть, и которые мы иногда дарим нашим участникам торгов, когда видим, что человек интересуется, но еще не в теме. Поэтому почитать, погуглить, поизучать для тех, кто не в курсе, что это такое. Безусловно, впечатлиться и начать коллекционировать. Давайте к следующему. К сожалению, ограничиваем мы с вами ютубным временем, и т.д. и т.п., поэтому здесь уже начинаем заканчиваться. Но нельзя не сказать и не показать то, что мы, к сожалению, не можем вам более подробно, как это, да, акцентировать и так далее. Пожалуйста, кто перед нами? Кто перед нами? Анатолий Зверев, 81-й год. Раз в пяти. Сложная тема, сложная для продажи. И тем не менее, для тех, кто собирает Зверева, очень редкая возможность приобрести что-то совсем необычное. Вот что-то совсем необычное. И смотрите, ну то, что это музейный уровень, вообще не о чем говорить. Красота, мощь, просто вот прям до дрожи. Тех особо впечатлительных и чувствительных, ну, извините, здесь, наверное, не для вас. Для остальных, для кого важно вот это вот впечатление, ну, точно, мимо не пройти. Замечательная работа, замечательная работа, удивительная, редкая и сильная. Вот это слово.